здравствуйте а сейчас мы с вами поговорим на тему очень такая больная тема для многих когда же ребенок заговорит когда он начнет говорить ох какая больная для многих тема правда ведь давайте определимся сначала чтобы под речью подразумеваем понимаете не все то что изрекает наше дитя называется речью потому что наш метод на самом деле от нашего с москва метод он наверное тем и отличается но может быть в нем не в лучшую сторону от многих наших вот коллег конкурентов не лучшую сторону тем что мы действительно не можем выдавать ранее такой вот результат на гора вот пришел ребенок на первый урок второй ой а он уже сказал там вот вот три слова он уже сказал то-то то-то к сожалению это 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 не наш путь и на самом деле это совершенно естественно потому что ребенок вот если сравнивать с русским языком до рождаясь он впитывает сколько он впитывает нашу речь год-два потом он приходит этап гуле не лепит а лепит до гуле не лепит потом только речь вот но понимаете речь она тогда считается речи вот с моей точки зрения когда ребенок открывает ротик но если не для того чтобы зевнуть или что-то укусить так мы должен что-то хотеть маму на он должен хотеть что-то сказать и абсолютно противоположное вот он открыл рот и что-то изрек потому что его попросили с моей точки зрения это не то что там плохая речь это тот самый кусочек вот кирпича во рту это барьеры это не надо это вот не надо идти на на поводу у такой вот как вам сказать но легкого эффекта приведу сейчас сразу кучу примеров опять же из практики практики свои был столько забавных примеров у меня в жизнь показала только что коллега до рассказала приходит девочка другого репетитора или другого центра 7 лет девочки учитель и гэллоу хэллоу от сионе и девочка говорит хэллоу май нэм из мария а м сэмон ес ол а и магио понимаете даже гендерную принадлежность обозначила хотя у нее были две косички и сомнения вряд ли вызывал вообще ее облик ее трудно было спутать с мальчиком то есть она выдала все что она знает вот просто взяла и сказала все что и чему ее научили вы понимаете что это не речь вот но не речь это вот точно так же как а сейчас еще смешной пример приведу когда-то значит мальчик у меня готовился к статору и мама не поверив таки мне что он умеет говорить он умеет говорить но он говорил в диалоге с преподавателем и соответственно в диалоге с экзаменатором который красиво искусно вытаскивает из него вот в хорошем смысле вытаскивает из него реплики потому что он правильно задает вопросы ребенок прекрасно говорил но мама же этого не видит это же не слышит и она попросила свою сестру из другого города на выйти на skype и подготовить его к разделу спикинга вот а сестра ни много ни мало закончила педагогический институт им ясс стена знала что говорить ну и тут просто как как говорил задорнов держите сейчас вы испытаете гордость за наш народ представить родная сестра мама на минуточку да вот так как она не замужем у нее этот единственный племянник любимый-прелюбимый первый вопрос она ему за ее задает вот из юный ну забыла бывает да вот бывает вот ну забыла ладно дальше спрашивать еще интереснее have you got a mother and father то есть пять минут назад она своей сестрой говорила боже мой если бы она правильно сантонировал это вопрос правильно если бы ребенок и поверил значит он должен был бы сделать рвануть на кухню и убедиться что ничего не случилось что мы все еще имеет маму и папу за пять минут много что могло не дай бог произойти но следующий вопрос там еще смешнее когда она спросила heavy good brothers и sisters ну знаете за пять минут в мир и нойте можно вот родить за пять минут я думаю еще сложнее да вот но совсем нереально но я бы смеюсь потому что это все что говорила вот тетя по по скайпу не имела отношения к речи никакого и уж тем более тем более не помогало ребенку говорить еще эпизод значит грубка из пятилеток я веду ее с ассистентом чем хорошо кстати урок с ассистент с вести с ассистентом потому что с ним я говорю на естественные понимаете интонации нет у таймезы да как мы стараемся быть естественными с детьми а например сколько вы начали тогда вот и точно так же прозвучала фраза когда они начали рисовать вот эти буковки я вдруг подумала катя или маша кто же из них старше кому-то уже шесть стукнуло а кому-то еще пять и я смотрю на эту мари и говорю а мэри холдэй 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 мэри и маша замолчит хлопает глазками мне это странно потому что они как бы только что перед этим вот неделю назад был говорили легко на эту тему в это время мама в коридоре слушать что происходит в классе и после окончания урока расстроенная мама говорит маша сколько раз я тебе дома спрашивала хау олд и а представлять бедная мама в муках рожая дитя забыла сколько же ей лет то есть она это фразу полностью умерм умиршвила до умертвило как правильно сказать я полностью уничтожила и ребенок в естественном контексте холдаю они она ее не восприняла а мама зато каждый день и вас прошло хау олджайт вот это кстати о помощи родители до который разрушает все и вся но теперь о ваших страхов а дорогие мои вот весь год новый этот год опять разгребаем разгребаем хотя казалось бы ну вот нам 15 лет но спросите у предыдущих но это 15 лет было назад сложно часто у нас такой опыт накопленный нет у каждого свои грабли все заново на них наступают вот папа девочки который второй год занимается уровень сейчас мобис был статор он мне говорит за весь год она так ничего и не сказала мне вопрос а что он должна была сказать то есть она должна была придя с урока встать на табуреточку и сказать а м и гел как понимаете а с какой стати она со своими родителями русскоговорящими вдруг начнет говорить по-английски вот ну понимаете но в конце концов если ребенок тихо сам собой начнет громко что-то вещать тихо громко да но это уже будет говорить о его нездоровье психическом не может человек на пустом месте вдруг что-то начать говорить вот другой вариант когда папа за тоже папа опять заявил что когда они были за границей он не сказал а ну-ка пойди возьми стакан сока и она не пошла и не взяла на английском стакан сока понимаете он есть заложил уже вот сейчас задачу вспомнить как будет по-английски стакан как будет сок как это в реале происходит ну но вам лучше в эту кухню не вникать понимаете для того чтобы заговорить она подошла допустим к стоечке до этого бара услышала что-то прочитала меню то есть на вопрос у дюлайка к пафте но он глазов класса мотин он джуз а вау пыса и он самарин джуз то есть реальный человек реальный собеседник он втянет втянет ее вот в этот понимаете этот контекст и ребенок начнет говорить то же самое происходит на кембриджских экзаменах там же так интересно преподаватель вот заманивает ребенка в эту речь кстати да сама до самого уровня профессии там всегда спикинг этот диалог они монолог что я прошел и час вам расскажу ну и наверное наверное таким вот кто у нас возглавил хит-парад о опять папа это совершенно непередаваемые этот пример просто можете цитировать это станет классикой потому что девочка без имен опять без имен мы все без подсказываем девочка бы почти у никуда начала сдавать кембриджские экзамены до школы в 6 лет статор мувис флайс кэт пэт пэт она сдала в пятом классе все эти все 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 вот эти уровни по спикингу ли пятерки 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 кэт там самый высокий она пойти в пятом классе по спикингу ей дали уже бедва понимаете да какой у спикинг так вот папа этой девочки изрек в ее адреса она передала нам да ты двух слов связать не можешь когда они куда-то ехали у меня большой вопрос какие два слова в ей предложил чем связать но это остается так сказать вот остается тайной но это вот кстати о любящих родителей до который так вдохновляют своих детей то есть вот понимаете вот все эти годы все в кембриджские экзаменаторы они все ошибались 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 а папа раз и выяснил что на двух слов оказывается связать не может вот поэтому а все что касается речи дорогие родители да опять же опять же речь ее же надо подготовить вот наше аудиосуфлирование вы не представляете как она красиво мягко перетекает в речь и что дети пользуются готовыми конструкциями готовыми они берут их из сказок они берут их из стихов из песен но они никоим образом не строят предложение мы наверное тем уже говорили что мы не строим предложение у нас все построено а когда малявочка например после песенки пихала шмейли на юмады смея вдруг говорит плачущему собратику и хошмейли просто раз с уст и слетела то есть если слово если фраза слетела с уст вот эта речь все остальное это не речь если говорить о спонтанной речи это вообще вопрос очень сложный что такое спонтанная речь спонтанная речь в моем понимании это когда никулин так какова фамилия была в фильме бриллиантовая рука грибы гребешков не помните он поскользнулся на арбузной коврике и сказал черт побери вот это была спонтанная речь а следуя следуя за ним миронов не помню фамилия по фильму когда он поскользнулся и сказал черт побери это было уже не спонтанная вот ну я могу конечно примеры спонтанной речи вспомнить из того что родители рассказывают это ночью ребенок сбрасывает одеяло мама опять накрывает он опять сбрасывает и на третий раз не просыпаясь он говорит вот это спонтанная речь ну как бы не будем ловить конкретно спонтанную речь но жизнь сама нам даст ситуации когда она будет спонтанной линии либо это будет осознанная речь но самое главное все-таки в процесс рождения вот этой речи становления главное что не вникать не не вклиниваться то есть на вот вот на этой вот мягкой лыжне пожалуйста ну не ставьте нам палки вообще в колеса не кидайте нам свои кирпичи на нашей лыжне у нас у нас все правильно правильный процесс рождения речи красивой речи ваши дети будут говорить действительно красиво правильно и легко и свободно если только моим активно не будем помогать спасибо большое